Здравствуйте! Библионочь 2021. Каких сюрпризов ждать владимирцам? Об этом поговорим сегодня в студии с заведующей отделом продвижения чтения и внешних связей областной научной библиотеки Еленой Липатовой. Здравствуйте! Елена, расскажите, пожалуйста, такая традиционная акция проходит уже, насколько я знаю, в десятый раз в нашей стране. Все библиотеки и города, и области присоединяются к ней тоже. И вот областная научная библиотека тоже. Скажите, тематика в этом году какая? Тематика, конечно, звездная. Празднуем 60-летие первого полета человека в космос. И, конечно же, тема книга «Путь к звездам». То есть такое яркое космическое объединение. Знаю, что некоторые библиотеки городские уже с 23 апреля. Некоторые мероприятия проводят, но в областной научной библиотеке и в принципе в стране официальная дата 24 апреля. Да, совершенно верно. 24 апреля в 8 часов вечера наша научная библиотека распахнет для своих гостей двери. Скажите, вот есть какая-то особенность? Понятно, что ночное время, да, это такая особая атмосфера, особое пространство. Вот в чем? Не было ли, во-первых, идей провести действительно всю ночь, да, круглосуточно? И насколько это вообще интересно и сложно организовывать? Вы знаете, идея-то, конечно, витала, потому что, казалось бы, ночь, да, и хотелось, может быть, и уйти где-то в ночь. Конечно же, продумываются такие решения, но это достаточно тоже тяжело, потому что придется достаточно большое количество времени заполнять какими-то мероприятиями. Но это все равно идея нас не оставляет, и хотя бы еще удлинить библию ночь такая есть мысль. Мы над этим работаем и думаем, но у нас в планах также еще, например, охватить улицу. То есть ведь рядом с нами находится совершенно замечательный Гоголевский сквер, который, собственно говоря... Литературный, опять же, да. Как литературный парк, да, как литературный парк, там и, в общем-то, как бы одна из клумб оформлена в виде книги, да, там скульптура книги есть. Вот, и мы хотели, мы думали уже о том, что перенести какую-то часть площадок и сделать на улице. Но погода немножко в апреле, да, бывает такая... Непредсказуемая. Да, каверзная, и поэтому вот не всегда получается делать на улице. Но мы делали на улице, на площадке перед библиотекой, мы несколько раз показывали кино. Опыт очень удачный. Я надеюсь, мы его реализуем в полной мере в будущем. В этом году до которого часа вот все будет длиться? До 12 часов. В 12 часов мы заканчиваем библионочь выступлением группы. В этом отношении нам помогает Даша Семина и ее группа «Бэкграунд». То есть такие музыкальные партнеры библионочи. А если говорить о сюрпризах, вот какие площадки будут организованы в этот раз? Сюрпризов много. Буквально вот в первый час библионочи Владимирцев ждет встреча с Александром Архангельским. Это очень знаменитый человек, писатель, телеведущий. Очень многие, я думаю, видели его на канале «Культура». Поговорим с ним о его творчестве. Поговорим о его новой книге «Русофил». И зададим ему много вопросов. Причем я призываю всех задавать эти вопросы, чтобы беседа шла именно в живом таком режиме. То есть это как бы такое центральное мероприятие первого часа библионочи. Конечно, очень много площадок абсолютно разножанровых. Это и музыкальная площадка. Спасибо областной филармонии нашей любимой. Она предоставляет нам два совершенно замечательных концерта. Это музыкальная галактика в исполнении музыкально-процессистского театра. И музыка в джинсах камерного струнного оркестра. Это много кино. Киноклуб «Политехник» представит нам фильм «Облепиховое лето». Владимирский киноцентр нам дает право на показ фильма «Гагарин. Первый в космосе». Фильм «Поэзия». То есть очень много таких разных абсолютно площадок. Конечно же, площадка игровая. Куда же без игр. Но все, я замечу, все это идет через книгу. Обязательно апеллирование к литературе, книге. Можно поучаствовать в библиоквесте, в библиоквизе. Можно сыграть в мосигру, в чемпионат «Открой рот» принять участие. То есть очень много площадок абсолютно на любой вкус. Знаю, что иногда устраивают такое особое событие для читателей. Отправляют в книгохранилище на экскурсию. В этом году будет такое? Да, в этом году обязательно. Мы не убираем эту площадку из своей программы, потому что она действительно пользуется большой популярностью у владимирцев. Все хотят посмотреть, а что же находится у библиотеки на этих ярусах. Где отдыхают книги. Где отдыхают книги. И что же там такое происходит. И в этот раз мы, конечно же, обязательно все это опять-таки покажем. И небольшие ждут секреты и небольшие загадки, которые нужно будет разгадать. И тогда вы узнаете такие тайны, которые мы никогда никому не рассказывали. Я думала, и тогда вы выйдете из книгохранилища. Ответил на вопросы, вышел. Знаю, что в прошлом году, в 2020-м, к сожалению, из-за коронавируса все равно была библионочная. Она была онлайн. В этом году предусмотрена какая-то регистрация, разведение этих потоков участников. Или все-таки как в традиционном формате? В традиционном формате, в живом традиционном формате мы не хотим никого ограничивать. Но, конечно же, санитарные нормы никто не отменяет. Но мы надеемся, что помещения у нас большие, светлые, много места. И я думаю, что мы разместим всех желающих с учетом всех тех норм, которые диктуют современные реалии. То есть можно будет и почитать, и поиграть, пообщаться друг с другом. А вот если говорить о таком портрете участника библионочи в областной научной библиотеке, кто это? То есть это все-таки помладше тоже приходят ребята? Или вообще возраст совершенно разнообразный? Вы знаете, абсолютно разный возраст. Потому что мы пытаемся, как и другие библиотеки наши владимирские, мы пытаемся таким образом сделать программу, чтобы было интересно всем. Что называется? От 0+, и 18+, и до плюс бесконечности. То есть с семьей можно приходить? Можно приходить с семьей, да. И тем более, что вот смотрите, у нас для самых маленьких наш Владимирский театр кукол, терем, теремок. Для уже таких старших горожан, да, это и Владимирский драматический театр, да. Его премьерный спектакль, который они делали премьеру совершенно недавно у себя в театре. Они привозят его к нам. Это спектакль «Ангельчик» по роману Федора Михайловича Достоевского «Бедные люди». То есть абсолютно разные вещи, которые, можно сказать, на любой возраст. На любой, да, вкус, да. Вкус, цвет, возраст, категорию, то есть абсолютно на любую, да. Скажите, а не бывало ли таких казусов, что кто-нибудь решал все-таки остаться в библиотеке и вот хотел, что уже, почему же акция завершается, я не хочу покидать стену? Очень часто, очень часто остаются, потому что где-то не хватает времени довести мероприятие до конца, но оно доходит до конца, и тогда уже, естественно, это продлевается. Кто-то просто не хочет уходить, например, на игровой какой-то площадке. Не доиграли. Не доиграли. Хочется остаться, потому что действительно атмосфера теплая, атмосфера яркая, атмосфера удивительная. И хочется, конечно, побыть в ней как можно дольше. То есть такой опыт тоже бывал, да? Пытались довести дело до конца. Скажите, вот если говорить об таком обмене опытом между другими библиотеками страны, может быть, да, московскими в частности, учитесь чему-то друг с другом, вот обмениваетесь опытом? Или, может быть, кому-то подсказываете даже свои какие-то работы? Ну, конечно. То есть на различных семинарах, конференциях мы же общаемся с коллегами и смотрим тоже и их программы. То есть что-то черпаем от них, естественно. Что-то, может быть, они от нас берут. Мы достаточно плотно, например, помогаем нашим районным библиотекам сформировать программу библионочек. Нам часто поступает такой запрос с просьбой именно помочь в формировании какой-то литературной площадки. Что-то придумать, да, как-то собрать. А именно пригласить нашу владимирскую интеллигенцию, да, наших поэтов, наших писателей. Потому что часто не бывает каких-то выходов, а мы все-таки имеем более такой широкий круг, так сказать, общения, да, связи. Поэтому мы достаточно часто вот нашим библиотекам, районам помогаем. Ну и, конечно, мы смотрим на коллег и что-то черпаем от них. Ну, в общем-то, я думаю, что у нас у всех очень все получается задорно. Скажите, а если говорить вот о таких необычных встречах с писателями и поэтами? Приезжают из разных уголков страны, приезжают наши местные писатели, да, и приходят. Вот, может быть, какая-то встреча особенно запомнилась лично вам, да, вот за опыт проведения библионочек? Да, мы общались достаточно плотно с менеджером издательства Елены Шубиной, и она сказала, что вот Иванов будет в этот момент во Владимире. Не хотели бы, конечно, но это было так удивительно, потому что человек, писатель необыкновенно интересный, и, конечно, очень хотелось бы нам его на Библию ночь пригласить. И мечта сбылась, да, она совершенно неожиданна. Вот здесь это чудо, вот это чудо однозначно. И оно, конечно, очень запало в память и в душу. То есть иногда вот случайно, да, очень интересные, удивительные встречи. Безусловно. Безусловно, да. Если говорить о том, что, вот можно сказать, что в последнее время, благодаря в том числе акции Библионочь, интерес к чтению возрастает у людей. Вы знаете, интерес к чтению такая вообще очень интересная штука. С одной стороны, мы можем видеть, казалось бы, такой как бы немножко спад, а с другой стороны, вы знаете, ну, такое количество приходит в библиотеку. Ведь вот у нас отдел гуманитарной литературы, он как раз работает на выдачу книг. И там, ну, просто народ вот целыми днями курсирует, курсирует, курсирует. Люди берут, берут книги, ждут новинки. Очень хочется почитать, потому что, ну, не каждому сейчас может кто-то купить книгу. Очень многие не могут читать с экрана. Хочется обычную традиционную книгу. То есть, вот, например, если смотреть по библиотечной такой специфике, интерес к чтению есть. Интерес к чтению большой. И такие акции, они только подогревают этот интерес. Потому что уже хочется дальше узнать, а что же там, а почему, а вдруг я узнаю. А какая книга? Тем более, что мы к каждому мероприятию готовим выставки литературы. И здесь вы уже можете взять и что-то уже почитать. Скажите, бывает такое, что во время библионочи прямо берут читательские билеты и начинают записываться? То есть, человек случайно пришел, решил стать читателем. Безусловно, бывает, да. Поэтому у нас работает сектор записи. Мы никому не отказываем. Пожалуйста, записывайте, сибирите, так сказать, книги читайте ради бога. В этом году литературные выставки посвящены теме космоса или не только? Теме не только космоса, но и науки. Потому что у нас идет тема научных открытий, научных разработок. Поэтому здесь выставки, ну, конечно же, и художественной литературы, безусловно. Потому что космос, он же у нас и в художественной, и в научной. И помимо космоса, конечно же, выставки, которые к юбилейным датам, к знаменательным датам. Выставки краеведческого характера. То есть, абсолютно разноплановые. Все работает, да. Все работает, да. Скажите, вот как считаете, в чем главные плюсы этой акции? А в чем вот трудности и проблемы реализации? Ну, плюсы, я думаю, они очевидны. То есть, библиотека звучит, книги становятся наиболее популярны, книги читают. Библиотека звучит не только как место, где можно взять книгу, но как и провести досуг. Трудности в организации. Может быть, вот в нашем случае, что у нас не совсем, ну, у нас не очень большой город, да. И как бы вот насыщать каждый год программу новым библионочи, все равно ты как бы пытаешься немножко ее сделать другой. Вот. И начинаешь как-то тут, в общем-то, смотреть другие площадки. Но удается. У нас очень много ярких коллективов, много ярких акций, много ярких людей, с которыми можно хорошо и именно интеллектуально провести свой досуг. И такой завершающий вопрос, если говорить об исследовании вот такой читательской аудитории. Все-таки часто приходят люди старшего поколения и студенты, потому что во время обучения часто нужны книги. Или кто-то, ну, тоже разные. Вы знаете, разные. Научных работников сейчас очень много приходит, потому что так или иначе, именно по написанию этой научной работы требуется именно информация из книг. Конечно, это люди старшего возраста, которые берут книги на дом. И вот я уже говорила, что они ждут новинок. Студенчество в меньшей степени, потому что все-таки студент, это человек молодой. Да, он находит онлайн. Вот как раз, когда мы были на пандемии, вот тут-то мы и поняли, что библиотека-то очень нужна населению. Нам поступало такое количество звонков, когда вы наконец-то откроетесь. И мы поняли, что мы нужны. Мы нужны, и нам очень приятно. С одной стороны, приятное открытие. Да, да. И хочется, чтобы все ограничения наконец-то были сняты. Снимать. Давайте в завершении нашей беседы еще раз напомним, когда можно приходить, до которого час работают площадки библионочи. 24 апреля с 8 часов вечера мы ждем вас во Владимирской областной научной библиотеке. Библионочь будет работать 4 часа до 24 часов. Спасибо вам большое, Елена Владимировна. Я напоминаю, что сегодня мы общались с представителем областной научной библиотеки и говорили про акцию Библионочь. Читайте книги и увлекайтесь искусством. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова